Всем привет! Сейчас я хочу приготовить картофель фаршированный в духовке. Для его приготовления мне понадобится картошка, лук, сыр, у меня ветчина, но можно взять любое другое мясо, ну а также соль и перец. Картофель у меня уже хорошо помыт и я вот так несколько раз проколю его в разных местах вилкой. Теперь я его вот так хорошо присолю и он у меня минут 5 постоит. Сейчас часть картошки я замотаю в фольгу, а часть оставлю запекаться без фольги. Теперь отправляю ее уже в разогретую духовку запекаться до готовности. Картошку я уже отправила в духовку, она у меня не в блюде запекается, а вот так на решетке. И будем запекать ее до готовности. Пока у меня готовится картофель, я порежу лук и ветчину. И все это немножко обжарю. Сейчас нарезаю ветчину и отправлю ее жариться с луком. У меня на канале уже есть фаршированный картофель в духовке, только с другой начинкой. На средней терке натираю сыр. В лук я добавляю ветчину и буду все вместе пережаривать. Ветчина с луком у меня уже готова, я пережарила ее. Сейчас буду доставать с духовки картофель. У меня уже готов, я его проверила вот так вот шпажкой. Сейчас дам ему остыть и буду разрезать. Зарезаю у картофеля верхушечку и буду убирать серединку. В картофель я добавила немножко сливочного масла. Подсолю его и немного поперчу. Это буду толочь. По вкусу я добавила перец и соль. И сюда отправляю ветчину с луком. И все это смешиваю. Картофель разделила на две части. В одну часть поотклала тертый сыр. И теперь буду фаршировать. А эта часть у меня без сыра. Теперь отправляю картофель на блюдо и буду его запекать. Это у меня получается картофель внутри с сыром, в начинке сыр. А этот я буду обсыпать сыром сверху. Отправляю все в духовку где-то минут на 5-7, пока не подрумянится картофель и не расплавится сыр. Так, у меня прошло 7 минут. Картофель уже готов. У меня уже все готово. Получилось все вкусно и аппетитно. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем пока-пока!